Доктор Каролайн Лифф Доктор Каролайн Лифф Если вы смотрите, как кто-то играет в теннис или пьет чай, у вас активизируются те же области мозга. Она открывает связь между наукой о мозге и вашими эмоциями и вашим интеллектом. У вас может появиться негативная мысль о ком-то, но вы мило улыбнетесь, думая, что настоящая мысль себя не проявит. У вашего мозга огромный нераскрытый потенциал. Мысли передаются поколениям. Те решения, которые принимали ваши пра-пра-пра-прадеды, есть в вашей голове. Вы можете обновить свое мышление. Вы можете разрушить круг токсичного мышления. Вы решаете, разбудить ли свое прошлое? Или вы можете решить стереть свое прошлое? Теперь в своей собственной программе она покажет, как контролировать свои мысли. Добро пожаловать на программу «Включите свой мозг» с доктором Каролайн Лифф. Знаете, каково это — находиться рядом с негативным человеком? Ужасное чувство, однако, когда вы рядом с радостным, счастливым, довольным человеком, это здорово. Все потому, что наши отношения буквально трутся друг об друга. Вы не сможете скрыть своего отношения. Безобидных мыслей нет. Научный факт. Каждая мысль, которую вы строите, генерирует электромагнитную энергию и рождает состояние души. Это часть невербального общения. Мы не умеем читать мысли друг друга, но мы можем считывать отношения. Счастливы вы или нет, живете ли в зоне любви или, наоборот, в зоне страха. Множество структур в нашем мозге помогают нам отражать эмоции друг друга. Например, блуждающий нерв, инсула клетки и зеркального нерва буквально помогают нам молиться вместе, любить, радоваться вместе. Бог сотворил нас так, что мы можем проверять поведение друг друга. Когда кто-то в негативе, мы можем сказать, «Эй, ты сегодня в негативе, следи за своим отношением». Следите за отношением людей вокруг вас и не сообщайтесь с очень негативными людьми, потому что негатив скажется и на вас. Негативные мысли действуют на все до единой клеточки вашего тела. Если вы мыслите негативно и думаете «это скрыть», мысль скрыть невозможно. Нет безобидных мыслей и ни одно отношение невозможно скрыть. Оно проявится в сиянии ваших глаз, в том, как вы себя держите, если вы ходите поникшим, полным негатива, жалуетесь и нойте, как это привлечет людей к благому, любящему Богу. «Бытие 11.6» говорит «не отстанут, а не от того, что задумали делать». Значение этого местописания в том, что когда вы думаете, вы физически строите материю. Наука также показала, что вы действуете, исходя из материи вашего молка. Поэтому нет безобидных мыслей. Если вы решаете какие-то проблемы и избавляетесь от чего-то в своей жизни, то у вас осталась тенденция лукавить или фантазировать. Или ваша проблема в том, что вы не совершаете измены, но думаете о ней и считаете, что это безобидно. Библия говорит, что смотреть на женщину с мыслью об измене — то же самое, что совершить ее. Наука обнаружила, что если вы смотрите, как кто-то играет в теннис или пьет чай, в вашем мозге активируются те же самые области, которые активированы у тех, кто это совершает в данный момент. Поэтому нет безобидных мыслей. Мысль, которую вы строите в своей голове в этот самый момент со скоростью 400 миллиардов действий в секунду, совершенно отличается от мыслей остальных людей в этом помещении. Эта мысль в итоге произведет уникальный конечный результат в том, что вы скажете и сделаете. Мы все связаны с жизнями друг друга. Если вы не делаете то, что должны делать, никто больше не сможет этого сделать. Никто не сможет сделать то и так, как вы это сделаете. И тогда мы все проигрываем. Я не знаю вас лично, но если вы не делаете того, что должны делать, вы пропускаете мою жизнь. Нет ничего плохого или злого в том, что у вас был плохой день. Неправильно то, что вы заставляете других пережить его. Вместе с вами Нил Кавуто. Бог сотворил нас так, что мы связаны с жизнями других людей. В квантовой физике мы видим, что закон связи действует вплоть до субатомного уровня, где каждая частица влияет на каждую. Это значит, что ваши мысли влияют на ваш дух, на вашу душу и тело, на людей в вашем близком окружении и даже на тех, кто находится за тысячи километров. Возможно, есть что-то в ваших мыслях, что укоренилось в разуме, какая-то токсичная мысль, например, непрощение кому-либо. И этот человек может находиться за тысячи или сотни тысяч километров от вас. Но пока вы обдумываете эту мысль, она влияет и на него. Мы связаны с жизнями друг друга. В жизни мыслей и в жизни нашего квантового мира нет измерения пространства и времени. Это означает, что, обдумывая негативную мысль о каком-либо человеке, где бы он ни был, вы влияете на его жизнь. Если вы кого-то не простили и храните это токсичное дерево внутри своего мозга, вы открываете дверь. Неважно, насколько далеко этот человек, вы оставляете себя связанным с этим человеком. То, что люди говорят о вас, влияет на вашу жизнь. Влияет ли то, что я думаю, на других людей? Каждая мысль, которую вы строите в своей голове, имеет физическую материю и произведет слова и поступки. Все, что вы говорите и делаете, происходит не в беспорядочном вакууме. Все рождается из мыслей. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Это одна составляющая. Вторая — Бог сотворил нас зеркальными нейронами, нервными клетками. Они располагаются посередине вашей головы, вниз, по сторонам. Когда вы смотрите в зеркало, вы видите свое отражение. Когда мы смотрим друг на друга, мы отражаем эмоции и чувства друг друга. Вот таким образом это происходит. Не в беспорядочном вакууме. Я не могу видеть мысли в вашей голове. В Библии сказано, что ваши мысли знает только Бог и вы. Но я могу поддержать своими зеркальными нейронами ваше отношение, ваше состояние души, эмоциональное состояние. У каждой мысли есть эмоциональный компонент. Это мы и отражаем друг в друге. Когда кто-то в негативе, кто-то неправ, жалуется или ноет, вы плохо чувствуете себя. Кто-то о ком-то плохо отзывается, и вы тоже это чувствуете. Когда вас спросят, как у вас дела, вы ответите «хорошо», нудным голосом. Слово звучит хорошо, но тело и невербальный язык зеркальных нейронов показывают, что вам на самом деле нехорошо. Квантовая физика объясняет это теорией связей, что значит, что все мы связаны с жизнями друг друга, мы все соединены. Мы чувствуем эмоции друг друга и никогда не сможем скрыть какого-то отношения из-за дизайна мозга, который буквально отражает эмоциональную энергию мыслей в сознании. Было проведено исследование, в котором супругам делали на руках небольшие волдыри. Им не причинили вреда, не волнуйтесь. Это были волонтеры. Затем их попросили сесть в небольших помещениях и обсудить самые важные темы различных аспектов своей жизни. Им не сказали, что именно нужно делать, просто обсудить какую-то важную проблему их жизни, будь то финансы, дети или какую-то другую. У каждой пары была своя тема для обсуждения. Исследователи ходили и смотрели, что происходит. Кто-то соглашался, кто-то нет. Какие-то пары мирно обсуждали вопрос, другие же впадали в сарказм. Кто-то был близок к насилию, другие вели себя неприятно. Когда у вас есть рана наподобие такого волдыря, нужен 21 день, чтобы тело запустило различные механизмы иммунной системы и рана зажила. В этой зоне образуется небольшой пузырь воспаления и начинается исцеление. В течение 21 дня иммунная система направляет туда различные противовоспалительные вещества, воспаление проходит, и волдырь исчезает. На исцеление таких ран уходит примерно 21 или 28 дней. Что же произошло, когда через 21 день эти пары собрались вновь? Помните, им сделали волдыри и заставили поспорить. Через три недели их собрали вновь. За это время волдырь должен был исчезнуть. Выяснилось, что у пар, которые спорили обоснованно, были добры друг к другу, спорили так, как нужно спорить, соглашались или не соглашались, не впадая в сарказм или упорство, волдыри исчезли. У кого-то рана еле затянулась, у других зажила наполовину или на 60%. Этот опыт проходил в контролируемой среде, а вокруг были чужие люди и смотрели на них. Общий вывод и анализ статистики показал, что агрессивное поведение снижало скорость заживления на 40-60%. Что же происходит, когда вы дома со своим супругом или детьми? Или в рабочей обстановке? Или же с друзьями? В нашем мозге есть маленькие нервные клетки, которые действуют как зеркала. Эти зеркала помогают нам отражать эмоции друг друга. Это и помогает нам быть на связи с людьми, помогает нам общаться. Плач или смех с людьми помогают нам налаживать связи друг с другом, развивать сочувствие или отношения. Мы связаны с жизнями друг друга. Также в нашем мозге есть структура под названием инсула, которая работает вместе с этими зеркальными нейронами. Она помогает воссоздавать прошлое и связывает разум и тело. Все это работает вместе и помогает практически видеть себя в глазах другого человека и понимать друг друга. Это и повышает нашу способность быть альтруистом и помогать людям. Что же нам делать? Мы собираемся менять народы, мы призваны к этому. Но нам нужно понять связь между духом, душой и телом, чтобы разум пришел в настоящий порядок. Дорогая доктор Лив, хотела сказать, что я невероятно благодарна за вас. Около пяти лет назад кто-то вручил мне несколько ваших DVD-дисков. Они не знали, что я была в ловушке невероятной зависимости от умственной нестабильности. Я нечасто видела людей, исцелившихся от этого. Я знала, что главным решением было обновление моего разума, но я не могла переступить через барьер понимания того, как можно перейти от болезней к процветанию. Именно тогда я стала смотреть ваши диски. Ух ты, Иисус, вложил их в мои руки так вовремя. Я пересматривала их снова и снова и начала все понимать. Медленно, но очень верно, Он искупил меня и исцелил меня от безумия. Я так счастлива заявить, что я здорова, и в радости живу истиной того, чему вы учили меня каждый день. Мне нравится, что теперь я в служении и учу других мышлению. Я бы никогда не представила такой возможности для своей жизни без вас. Я доказательство того, что это важно, и что вы приносите целый спектр изменений тем, кто слушает то, что вы говорите. Благословений вам, Элизабет. Ген — это неодушевленный предмет. Он не может ничего сделать, пока его не запустят. Ген похож на закрытый кокон с белками. Ученые изучали гены и потратили 50 лет на то, чтобы заявить, что гены — это Бог. СМИ предоставили это так, что если у вас плохой ген, значит шансов нет. Они выставили нас жертвами нашей биологии. Но ген нужно запустить. Наука много лет шла по пути исследования генного мифа. Геном или гены — это якобы Бог. Если вы сможете добыть человеческий геном, вы сможете создавать людей. Наука движется в этом направлении, но затем они выяснили, что гены нужно еще и запускать. 75-98% страшных болезней, от которых страдают люди, приходят от разума. Даже если у вас генная мутация или что-то, что передается через кровь, изначально это не было мутацией. Второзаконие 30, 19 говорит, «Жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Решения, которые вы сегодня приняли, повлияют на 4 следующих поколения. Решения, которые приняли ваши дети, повлияют на 4 следующих поколения. И так далее. Получается, что решения передаются поколениям. Решения, которые принимали ваши прапрапрапрапрадеды в вашей голове. У вас есть выбор. Вы можете сохранить и активировать их, либо уничтожить. Что я имею в виду? Каждый выбор становится физической реальностью внутри вашего тела. Эти решения передаются 4 следующим поколениям. Однако они передаются в спящем состоянии, в запечатанном коконе. Есть что-то, что выше генов. Некий свет, который зажигается над ними. Когда вы заходите в темную комнату и принимаете решение включить свет, он включается. Свет загорается. Гены подобны системе проводов, чтобы производить свет. Эпигеном — это решение и действие, чтобы включить свет. Он и является тем, что есть выше генов. Некий свет, который зажигается именно над ними. Он управляет ими. То, что передается поколениям, все эти наследственные вещи из прошлого попадают в наши головы с обеих линий семьи. У вас в голове двойная проблема. Но они спят. То есть они ничего не делают. И ничего не сделают, поскольку находятся в спящем состоянии. От спящих генов, к счастью, нет вреда, пока их не активируют. Если вы скажете, Боже, у моей мамы была депрессия, она принимала антидепрессанты, и у бабушки была депрессия, Боже мой, точно. Мама говорила мне об этом. Кажется, и у моей дочки будет то же самое. Когда вы это говорите, это мыслительная деятельность, это активность квантовой физики в вашей голове. Она становится очень сильным сигналом, который идет к тому маленькому запечатанному кокону решений предыдущих поколений и открывает его. Тот раскрывается и формирует вашу жизнь. Сейчас мы понимаем, что наука эпигенетика очень древняя. Мы понимаем, что она древняя, потому что это древне-библейская концепция, которая говорит, что наши действия повлекут эффект и последствия. Ваши мысли и ваши решения произведут свой эффект. Наука эпигенетика демонстрирует, как наши решения влияют на дух, душу и тело, на это поколение и на последующие четыре. Каждое решение, которое мы принимаем сегодня, каждое решение становится физической реальностью в нашем разуме, в нашем теле и влияет на наше духовное развитие. Переходит к следующим четырем поколениям, а потом к четырем следующим и последующим. Грехи отцов передаются до четвертого и третьего поколения. Вы можете подумать, что это станет оправданием алкоголизму, оправданием депрессии, поскольку ваша мать, бабушка жили с этим. Но это не оправдание, потому что Библия также говорит, что вы не отвечаете за грехи своих родителей. Я здесь сегодня, чтобы сказать вам, что вы не жертва своей биологии, вы победитель своей биологии. И аминь. Тренировка для мозга. Перед вами 10 золотых монет. Я разложу их в три ряда, по четыре монеты в каждом, а вы можете разложить эти 10 монет в пять рядов, по четыре монета. Посмотрите внимательно. Скоро мы вернемся с ответом. Нет безобидных мыслей. Даже если вы не видите их перед собой, они совершают свою работу в мозге. Если вы удерживаете их или сохраняете в своем подсознании, этот маленький токсичный клубок приводит к воспалению и болезням, и еще неизвестно к чему. Любой негатив и токсичность проявят себя, взорвется каким-либо образом, и вы не сможете спрятать или подавить негативную мысль. Воображение — это не что-то пустое. Воображение — это ваше зрительное мышление. Воображая, вы тоже выращиваете мысли, а затем действуете согласно им. Было проведено исследование людей, играющих на клавишах в двух разных группах. Одна группа училась играть, непосредственно играя на клавишах, ведь обычно все так и учатся. Другой группе пришлось учиться силой своего воображения. Физически они не касались клавиш, им пришлось учиться мысли и представляя весь процесс. Через какой-то промежуток времени их собрали вместе и сравнили результаты. Обнаружилось, что в мозге людей, которые представляли процесс, были выстроены те же самые схемы, что и у людей, игравших по-настоящему. Когда их собрали вместе, первой группе, которая училась воображаемо, понадобилось чуть больше времени, чтобы привыкнуть к клавишам, но играли они лучше, чем вторая группа. Тема исследования была очень обширна, но самое главное — мысли не видно, но незначительных мыслей нет. Безобидных мыслей нет. Каждая выполняет какое-то действие. Это физическая структура внутри вашего мозга. Все мысли значимы. Тренировка для мозга. Итак, как поступить? С тремя рядами по четыре монеты можно ли выложить с пять рядов по четыре монеты? Я дам вам еще немного времени. Итак, время вышло. Вот как это сделать. Смотрите внимательно. Мы раскладываем их вот так. Теперь у вас пять рядов по четыре монеты в каждом. Мы не можем контролировать события и обстоятельства своей жизни, но мы можем контролировать свою реакцию на них. Мы можем решить контролировать свою реакцию. Поэтому самое сложное в том, чтобы жить в мире, быть счастливым и радоваться жизни — это понять, что мы можем выбирать. Вы способны выбирать. Ваш выбор вносит изменения в вашу жизнь и в жизни этого и последующих четырех поколений. Один доктор из Университета Майами провел невероятное изучение. Возможно, я уже рассказывала об этом. Она работала с людьми, зараженными СПИДом. Она пыталась узнать, что можно сделать, чтобы улучшить их здоровье. Она наблюдала за разными факторами и двумя основными показателями вирусной нагрузки и способностью иммунной системы защитить нас. Бог дал нашим телам иммунную систему, чтобы защищать все, что находится под кожей. Также Он дал нам адреналовую систему, чтобы охранять наше тело от реакции на внешнюю среду. Итак, доктор искала, чем можно помочь. Она рассматривала обычные средства, упражнения, диету, лекарства и так далее. Но поразило ее, однако, влияние духовности. Она обнаружила, что у пациентов, которые верили во всемогущего любящего Бога, вирусная нагрузка снижалась вдвое быстрее, а способность иммунной системы бороться с вирусом возросла втрое. Это феноменально. Но это еще не все. Также она обнаружила, что есть пациенты, которые развивали личные взаимоотношения с Богом. Они знали, что Он рядом, что Он не где-то далеко. Это близкий Бог, который любит тебя таким, какой ты есть, который заботится о тебе так, что пересчитал все волосы на твоей голове. Ему важна каждая деталь твоей жизни. У пациентов, которые получили такое откровение от Бога, вирусная нагрузка упала в три раза больше, а иммунная система усилилась еще в три раза. Это всего лишь исследование, которое показывает, когда мы обращаемся к Богу, мы вступаем в свое совершенство, в свое совершенное Я, в том, о чем говорит Матфея 5,48. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Вы были сотворены совершенными по образу Бога, по образу совершенного Бога. Итак, будьте совершенны, так как Он совершен. Поэтому те, кто искали Божьего совершенства и уповали на Него, те получили Его исцеление. Дорогая доктор Лив, хочу сказать, что никакие слова не выразят, насколько Ваши исследования касаются моего сердца, разума и души. Одна жизнь действительно многое меняет. Ваша жизнь, Ваши исследования, Ваши дары от Бога изменили мою жизнь, научили меня и помогли лучше понимать факт и истину того, насколько негативные мысли влияют на мое здоровье в целом. Этим фактам сложно поверить, в особенности из-за того, что нас учили мыслить негативно и принимать негативные мышления как часть жизни. С детства я сторонилась негативных людей, я считала себя странной из-за этого. Из-за того, что мыслила иначе. Мой отец был очень позитивным человеком, поэтому я научилась мыслить позитивно, но не это я обнаружила в мире. Ваши слова о прощении и болезни Альцгеймера так громко и прекрасно говорят мне о послании Иисуса, Ваши слова о токсичных мыслях и эмоциях тоже меня касаются. Спасибо Вам большое. Анита. Мы в Иерусалиме, где Иисус заплатил за нас цену. Он умер и вновь воскрес, и нам открылась Его благодать. Однако многие из нас держат в своей голове мысли осуждения и вины. Мы созданы мыслить, созданы выбирать, и эти решения становятся реальностью. Когда мы делаем плохой выбор в нашем разуме, копятся негативные вещи, от которых Бог нас освободил. Мысли не безобидные. Мысли — это реальные вещи внутри Вашего мозга, и они влияют на функционирование Вашего разума, Вашего тела и Вашего духовного развития. Также они влияют на других людей, и Вы не можете держать на кого-то негативную мысль, а потом мило им улыбаться, думая, что Ваших настоящих мыслей никто не узнает. То, что в Вашей голове однажды выйдет наружу. Мысли не безобидны ни для Вас, ни для других людей. Следите за мыслями в своей голове. Пленяйте их в послушании Иисусу Христу. Обычный человек обдумывает 30 тысяч мыслей в день. Вы готовы взять их под контроль и включить свой мозг? Меняющие жизнь книги доктора Лив покажут Вам пятиступенчатый процесс преображения Вашего ума и изменения Вашего мозга. Если Вы хотите очищать разум по ходу жизни, у доктора Лив есть для Вас план. 21 день детоксикации мозга — это онлайн-программа, которая поможет Вам включить свой мозг за 7-10 минут в день. Узнайте о том, как заменить токсичные мысли мыслями здоровыми. Контролируйте негативное давление и плохие привычки. Держите под контролем волнение и напряжение. Преодолейте депрессию. Просто станьте здоровее. Посмотрите, как 10 минут здорового мышления в день сделает Вас счастливее. Мы контролируем наш мозг, а не мозг контролирует нас. Заходите на drleaf.com Отношения отнюдь не безобидны. Отношения влияют на людей. Ваше отношение, будь оно плохим или хорошим, влияет на восприятие окружающих. Я хочу, чтобы на этой неделе Вы сделали большое направленное усилие на наблюдение за своим отношением и его влиянием на других людей. Вы будете удивлены, как Ваша улыбка или радость влияет на окружающих. С той же силой на них влияют жалобы и негатив. Усильте свою наблюдательность на этой неделе. Позвольте помолиться за Вас. Господь, Ты так феноменально нас сотворил. Наше отношение, состояние души, эмоциональный компонент, отражение наших эмоций и наших мыслей, эти физические вещи, которые мы образуем в своем мозге, буквально вырываются наружу в виде электромагнитного и квантового физического всплеска и влияют на других людей. И это потрясающе, Господь. Я молюсь, чтобы Ты научил нас, как следить за своим отношением, ведь оно влияет на восприятие других людей. Помоги нам смотреть на себя глубже и внимательней. Помоги наблюдать за тем, как мы влияем на других людей в своей жизни. Мы благодарим Тебя за это все во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, что были со мной. Я доктор Кэролайн Лив. Радуйтесь тому, как включается Ваш мозг. Продолжение следует...